Blackview BV7100Eva получил, с Декова доставил, наконец-то, распаковочка. Ладно, ребята, всем приветик. Латуха обещал, Латуха делает. 7100 модельку Blackview слышали? Вот, сейчас вы её ещё и увидите. Распаковка на канале. Раньше времени обещали 20 какого-то сентября. Сегодня у нас вроде 19 аппарат уже у меня. Аз Дек сделал какое-то чудо. Откройся же ты уже, чудо. О, смотрите, как изменилось всё. Наклейки стали уже другие. До 10 оперативка стала. Так вот, оперативка до 10, само собой, это растянутая. Родная оперативочка вот уже написана. 6 и 4 это типа своп раздела, типа файла подкачки. Ну, кто как хочет, хоть так и называйте. Короче, вынимаем, надеюсь. Надеюсь, выпадет. Есть. Ой, нас сзади встречают сразу же технические характеристики. Процессор у нас здесь. 6769Z, восьмиядерный, по 2 ГГц. Android 12, экран 6,5, уже поменьше меня это радует. 1080 на 2408, то есть не на 2400, а на 2400 еще и 8. Full HD+, ну, потому что 1080 с одной стороны, а с другой больше, чем положено. И IPS. Фронталка 8, основная 12 плюс 8. 8, по-моему, ширик. Это уже круто. Память 6 оперативная, 128 накопительная и баночка 13 ампер. Ну, значит, опять, скорее всего, 2 по 6600, что ли. Ну, и через балансир. Ну, короче, они считают это 13. Мы будем видеть, скорее всего, 12700. На выходе так было, по крайней мере, на другом смартфоне с похожей батарейкой. Размеры 165,3 на 81,6 на 16 мм. Спасибо. ШЦ доставать не придется. Прошивка у меня и Европа, и Я. Ну, в общем, остальное все. Замечу, что коробочка изменилась. Теперь она ребристая такая, видите, надеюсь. Сейчас попробую сделать, чтобы вы увидели. Вот, по-моему, вот здесь видно. И причем она со всех сторон такая. То есть стена сохранилась, но добавили ребристость. То есть вот она, стена играет на солнышке. Ну, как, на прожектор. На свете от прожектора. Ладно, неважно. Вскрываем. Та-дам! БВ-71.00. Ну, как вам сказать? Увесисто. И чем-то напоминает 95.00. Вот такой, да? Которому еще добавили сверху грыжу. Ну, то есть на глазок он больше, чем 95.00. Ну, и аккумулятор больше. Цвет, как я люблю. Оранж. Сейчас будем его расковыривать. Ай! Вать! Ай! Ну, как видите, задняя стенка без признаков наличия шурупчиков. То есть разборность под вопросом. Здесь у нас, скорее всего, микрофон. Хотя не факт. Вздвоенная диодная подсветка вспышка. Это фигня, которая только меряет расстояние. Это, скорее всего, ширик. На 8 мегапикселя. Это, скорее всего, основная. Сколько там, я уже не помню. Ну, неважно. 12. Ой, пробую снять пленку, ничего не испортив. Но, скорее всего, опять все испорчу. Вот уже пузырь пошел. Я штука начал. Ну, точно. Не умею я снимать пленки в последнее время. Или их делают по-другому, или я что-то разучился. Попробуем. Так. Так. Ну, короче, ладно. Погоняю пузырики. Надеюсь, потом все это вырежу. Здесь уже крупинка, блин. Прямо крупинка. Да что ж такое-то, а? Ну, короче, аппаратик избавлен уже от пленочек. Я понял, что штатная пленочка на экран, конечно же, чтобы сильно не ругаться, плохая. Другое слово здесь более уместно, но мы этого обозначать не будем. Кнопка Push to Talk. На самом деле программируемая, скорее всего, кнопка. Она выполнена из того же цвета, что и кантик, но выглядит это, на самом деле, как-то не очень хорошо. Сим-лоток. Перевернутый на два посадочных места. Карта памяти сюда уже может вставляться. Все это дело у нас за прокладочкой, создающей герметичный контур. Снизу у нас заглушка тоже, создающая герметичность, если кто не в курсе. Она, ну, как в подводной лодке. Без нее все протечет. Рядом находятся отверстия микрофона и, соответственно, динамика. Второго динамика не завезли. Стерео, о котором многие мечтают, не получится, если они не включат вот этот динамик, как в модели 95.00. Но, честно говоря, сомневаюсь. Но пока спорить не буду. Включаем. Замечаем, что на передней панели у нас над экраном опять выемка в виде капельки, которую видно, если выключить свет. Но небольшое такое ущербление. Для датчиков приближения освещения здесь сделан вырез в пленочке, значит, они опять чувствительны. И, соответственно, их нельзя накрывать ни стеклом, ни пленкой, иначе возможны глюки. И над камерой располагается решеточка динамика, ну, такая с микро-микроскопическими дырочками. То есть она явно будет очень малое количество очень мелкого мусора сквозь себя пропускать. То есть, возможно, данный аппарат не будет бояться мелкой пыли. Ну, опять же, проверим в жизни. 12-й дровик должен запуститься живенько. У процессора, да, скорости с запасом, потому что G95 – это такой навороченный процессор, который почему-то не может работать с 4К-видео. Почему, я не знаю, но мощи у него на это хватает. Но, видимо, у него как-то это отключили программно, чтобы G90 был хоть чем-то да лучше. Так, это я пока пропускаю. Мы ничего пока настраивать не будем. Настрою я потом уже за кадром. Подтвердить. Жестовая. Все. 12-й дровик – это штука. Очень хорошая и, как вы видите, быстро запускаемая. Ну, все знают, что бронику не очень важна камера, но я все-таки хочу ее проверить. Так, вот это мне не нравится. О! Ага, то есть он вблизи не хочет ловить. Да? Или грязь на экране? Как в рекламе когда-то. Просто сотрите пыль с экрана. Так. Так, теперь надо бы рябь убрать. Прожектора у меня, конечно, рябящие, но это как-то должно убираться. Нет, не здесь. Значит, здесь. Кстати, обратите внимание на загорающийся зеленый кружочек в правом верхнем углу экрана. Это в 12-м дроиде, как мне уже один из подписчиков, знакомых, ну, человек, с которым общаемся, подсказал обозначение того, что включен доступ к камере у какого-то из приложений. 50. Ну-ка, убралось? Не очень. Неужели опять глюк? 60. Нет, стало хуже. Значит, 50, но немножко у нас в сети неправильная получается частота или в камере. А может, ребятки допилят? Само собой, я это им передам. И посмотрим, что они на это дело скажут. Так, где у нас ширик? Вообще, почему красота? Вот у нас ширик. У ширика все намного лучше, никакой ряби не наблюдается. Кстати, экран, как некоторые говорят, антишпион. То есть, при отклонении немножечко изображение темнеет. Хотя, все равно нет, не антишпион. Даже при таком изображении все видно. Отлично, на глаз. Просто оно немножко темнее становится. Ну, буквально чуточку. Так, смотрим, есть ли у нас режим макро, скажем так. Можно ли наехать? И еще наехать? Да, можно. Макро будет. Только вот эта рябь. Ну, при естественном освещении, конечно, никакой ряби не будет. Я думаю, те, кто знают, что это за рябь, они понимают, что это именно из-за прожекторов. Лаунчер у нас, как вы видите, с выдвижением программ снизу. То есть, ничего на рабочем столе не раскидано. На столе только то, что вы хотели. Слева у нас, как всегда, примочка от Google с новостями, с погодой и всему тому подобному. Так, в шторке у нас обновление уже, говорит, готовое. На самом деле врет, потому что интернета у него нет. Это он просто таким образом вытребует у нас интернет подключить NFC в наличии. То есть, смартфоном можно будет платить, можно будет записывать всякие NFC-шные метки, билетики и так далее. Можно считывать информацию с карточек. Так, о системе мы посмотрим. 7100, на Droid 12, версия сборка V14, доки ОС, версия 3.0. 8 ядер, оперативка сейчас уже 9.5. Не хочу. Мне, пожалуйста, поменьше. О, его можно выключить. Ну, здесь, кстати, ничего не меняется, заметьте, но здесь мы выключили. То есть, сейчас у нас реальные 6 без всяких там файлов подкачки. Это меня радует, потому что меня всегда это немножко подбешивало. Камера 12 плюс 8. Данные для экстренных случаев это ненужная информация. Безопасность и экстренные случаи. Ну, то есть, по-русски SOS. Опять непереведенный пункт, обозначающий режим перчаток. Причем, заметьте, он есть теперь уже и по таймеру. То есть, вы можете знать, когда вы на работе, и выставить, что при приходе на работу у вас только-то времени, у вас автоматически будет включаться режим в перчатках. При уходе с работы, опять же, заранее запрограммированное время, будет выключаться. Мне очень, кстати, полезно. Я на работе в одно и то же время, как бы, очень даже попользую. Включу. Обои и персонализация. Если у нас живые обои, интересно. Так, это проверяется по-другому. Обои. Ну, нет, пока не вижу. Как я понимаю, есть доступ к памяти. Ну, ладно, разберусь, расскажу. Настройки лаунчера, я думаю, вы уже приметили. Вид рабочего стола. Можно скинуть все на рабочку, как в айфоне. Можно сделать, как сейчас. Навигация с помощью жестов по системе. И даже, смотрите, можно чувствительность настроить. А можно переключить на три кнопочки. Ну-ка. Ничего не убралось. Так, а это у нас убирается? Виджет. Да, виджет убирается. А надпись? Надпись не убирается. То есть, опять то, что людям не нравится. На рабочке вот эта полоса не убирается. Единственный вариант сменить лаунчер. Тогда вы ее уберете. Так, ладно, вернулся в камеру, вспомнил. Фронталку не посмотрел. О, фронталка нормально отрабатывает. Убирает ряпи от прожекторов. И с ней проблем просто нет. И, кстати, и качество вроде как даже хорошее. Тест на волосики, как некоторые говорят, проходится просто супер. Можете приглядеться. То есть, фронталка здесь просто зашибись. Ладно. Отъехали. Далее, звонилка. Звонилка штатная, гугловская. Будет ли здесь запись разговоров, это я расскажу уже в отдельном видео. Потому что сейчас сим-карты нет. Соответственно, проверить я ничего не могу. На 112 он запись все равно не даст включить. СМС. То же самое, стандартная, гугловская. Ну и смотрим коротенько, что у нас тут предустановлено. И на этом деле с распаковкой, видимо, завяжем. Есть игровой режим. Есть детский режим. Когда вы заблокировали несколько программ, и ребенок из них выйти не может, переключиться на другие невозможно, не введя пароль. Есть управление. Здесь опять управление приложениями. И три пункта самых важных для работы приложений в фоне, автозапуска и запуска другими программами. Не забываем, что это все еще нужно включать. Иногда это дело выключено, и тогда все, что вы там настраиваете, оно не работает, пока вы эту галочку не активируете. Так, набор инструментов включает в себя компас, фонарик, шумомер. Настенный уровень, просто уровень, замер высоты, лупа. Вот единственная, по-моему, лупа тут интересная. И компас. Все остальное фигня. Лупа, причем, средствами камеры, а компас должен быть сам по себе. Да. Ну, если его откалибровать, он будет более чутко, более правильно показывать. Короче, он есть, он работает, насколько точно, расскажу потом. Ну, а зеркало – это не что иное, как включение фронталки и возможность увеличения. Ну, скажем так, когда у вас что-то в глаз попало, можно будет очень даже хорошо выковырять. Шумомер. Это не что иное, как диктофон, только замеряющий громкость звука, работает на базе вашего микрофона и ничего нового из себя не представляет. Это у нас что за помощник? А, помощник по переносу. Понятно, можно перенести со смартфона Blackview на смартфон Blackview без проблем, а с других смартфонов, но с некими примочками. Кстати, заметьте, новые игры появились, которых не было раньше в старых. То есть удалять намного больше теперь будете. Но они удаляются, как вы видите, без проблем. Просто займет время удаление этих игр теми, кому это не нужно. Живые обои. Вау. Leaf Wallpaper. Надеюсь, это имеет в прямом смысле живые. Если так, то это первый смартфон за последний год, в котором появилась эта фишка. Потому что предыдущие, в основном, 95% моделей не поддерживали живые обои. Тут же нам автостопом добавили TikTok, YouTube, Google TV. Ну, короче, много чего придется удалять. И морозилочка. Вот эта вещь мне в последнее время очень даже зашла. Здесь банально выключаете программы, которые вам не нужны. Можно игры ведь удалять, да, а можно просто вот так их выключить. Они все заморожены, и больше их в системе нет. Ну, а можно отсюда же их разморозить, и они в системе появятся. Вот так устроена морозилка. Момент, когда они заморожены, они не используются системой вообще. Система про них забывает оперативку, под них не резервирует. Ну, и как будто бы их просто нет. Хотя некий объем памяти они все-таки занимают, потому что они никуда не делись. Они просто отключены от системы, но они есть. Гугловские примочки, как вы видите, можно только отключить и остановить. Удалить их просто так невозможно. Хотя на канале есть видео, и через поиск можно найти, как их удалять. Причем без рута, без ТВРП. Ну, ладно, это не по теме. Так, что можем сделать двойным нажатием? Ничего, удержанием. Сос не заорет? Нет, пока выключено, все нормально. И проверяем тему, которую мне тут люди писали. Будет ли она активировать экран? Нет. По умолчанию эта кнопка экран не активирует, так что если у вас это происходит, значит вы сами где-то что-то нахимичили. Так, жесты. Умная кнопка, двойное нажатие, фонарик. Это вот то, что я люблю. Проверяем при выключенном экране. Ждем 5 секунд, поскольку 5 секунд аппарат еще как бы не спит. И только через 5 секунд проверим. Фиг вам. Если же вы аппарат активировали, то двойное нажатие будет зажигать фонарик. Два диода довольно-таки яркие. Выключается так же. Очень даже удобно. Тут где-то должна менюшка вылезать, но на самом деле это я все покажу в обзоре. Отсюда вывод какой. Аппарат в принципе удобный. Не очень тяжелый. Я думал, он будет больше и тяжелее. Сравнивая с конкурентом с циферками 19, этот намного полегче, поудобнее. Кажется, по крайней мере. Может быть за счет своей мыльности. Потому что кусок мыла такой обтекаемый. Ребристые грани на краях, на углах точнее. И смотрите, наконец-то блэки это сделали. Борт. Борт вокруг экрана по всему периметру. Оно наконец-то свершилось. Да, он небольшой, но он есть. Если пленку удалить, соответственно, он станет больше. Круто. Просто многие просили, но блэки никак не могли этого сделать. Все, молодцы. Теперь проверяем громкость тогда. Не, давайте хитро. Давайте проверим сразу и громкость, и микрофон, и камеру, и чертов стулья одновременно. Просто делаем видеозапись. И проверяем, как она будет слышна. Громкость выкручиваем на максимум. Просто делаем видеозапись. Просто делаем видеозапись. Ну, в общем, громкость не супер. Просто делаем видеозапись. По крайней мере, с камеры. Но она, по крайней мере, есть. Я думаю, в тестовом меню или в меню инженерном мы можем все это подстроить, если захотим. Теперь проверим просто громкость самой системы. Ну, как-то да. Я, честно говоря, думал, будет громче, но динамик есть. Поэтому он уже и не такой громкий, как хотелось бы. Хотя нет. С помощью выкручивания на максимум звук стал громче. Наверняка есть еще и усиление. Нет. Нет усиления, звука нет. Ну, значит, это уже максимальная громкость. И больше ей не стать. Обычно у BlackVio снизу еще пунктик усилитель звука. При его активации становится еще процентов на 15 громче. В данном случае не завезли. Короче, приступаю к изучению. После чего буду вам об этом рассказывать. Вибра, кстати, только что включила. Она ощутилась. То есть корпус хорошо трясет. То есть вибромоторчик в норме. И после этого в телеге. Кто не в курсе, что такое телега, это телеграм. Там есть группа специально по каналу, как бы в поддержку канала. Там можете задавать свои вопросы. Ответы получите довольно-таки быстро. А если вы хотите просто дождаться и посмотреть обзор, в котором я постараюсь рассказать все по максималочке, как бы заодно и ответив на вопросы ваших коллег, которые смотрели видео, но все-таки зашли в телегу и задали свой вопрос, тогда просто рекомендую подписаться на канал. Ну и если вы хотите не прозевать видео и быть в числе первых просмотревших его, то тогда и нажать на колокольчик под разделом, что ли, на канале. Короче, есть такая фишка. Плейлисты. Вот там есть у меня пунктик, так называется, плейлист обзоры. Ставите колокольчик на обзорах. И как только выходит новый обзор, в частности, этого смартфона, у вас придет уведомление, что на канале таком-то вышел обзор. Поэтому, если вы это хотите, заходите на канал, плейлисты, обзоры, ставите колокольчик и смотрите, и не прозеваете никогда. На этом деле завязываю. По дизайну аппаратик интересный. Защиту у него наконец-то сделали, как вы видите, камера, экран уже с бортами. Все. Начинаю изучать. И, кстати, забыл сказать, что 33 ватта. Да, во всех рекламах это есть, но я не показал. 33 ватта зарядочка, причем компактная. Но это все в обзоре. Теперь точно всем пока.